Всем здарова, народ! Покашеварим, жертва маркетинга! Глячо у меня сегодня на обзоре, давненько у нас не было лапшички. Новинки от Роллтона. Новый продукт с новыми вкусами, которые я сейчас буду изучать и пробовать. Жемешечка, жемешечка. Значит, смотри, Роллтон с характером. Вот такая вот новая серия лапши с разными вкусами, которые я еще не пробовал, я полагаю, что вы тоже. Стоит обычно 30-40 рублей, ну, в зависимости от магазина, где они продаются. Что у нас тут, значит, присутствует? К пиву вареные креветки, горячая атака на голод заливной с говядиной. Это любопытно. Ребрышки, барбекю, это очень интересно, и я хочу это попробовать. И что еще? И крылышки Баффало. Это тоже прикольно. Крылышки, это вкусно. Интересно, как они добьются такого вкуса. Лапша кипятком заливается. Обзор на канале Покашеварим начинается. Ну, что сказать. Упаковка, конечно, впечатляет. Честно говоря, она прям зазывно лежит на полках магазинах и хочет скупить. Ну, то есть, такая... Сделали клево. В плане маркетинга прям здорово. Ну, единственное, конечно, да, мы всегда придираемся в этой рубрике. То есть, вот тут прям вот сочный холодец, например. Ну, такой холодец, что как бабушка, как бабуля у нас приготовит. Естественно, внутри у нас будет только эффект холодца. Вкус, кстати, ну, это, естественно, интересно, насколько они смогли сделать этот вкус. Потому что, ну, холодец мы знаем с детства. Он у нас в генах. И повторить, повторить вот разными добавками вкус холодца, конечно, мне кажется, будет проблематично. Ну, попробуем. Лапша быстрого приготовления. Состав, значит, первое. Ну, лапша, там как бы с лапшой все окей. Усилитель вкуса и аромата. Без него никуда в нашей современной жизни. Бульон, приправа, мальтодекстрин, соль, овощи сушеные, морковь, лук, глутамат, соевый тестурат, крахмал, кукурузный ароматизатор и сахар, пряности, перец черный и красный, мясо говядины сушеное. Пальмовый олеин, агент антислеживающий. Продукт может содержать незначительное количество сельдерей, горчицы, продукт переработки молока. Подожди, а вот в креветках там есть говядина, да? Сушеная. А вот в креветках есть ли сушеные креветки? Интересует меня. Что-то мне подсказывает, что на казахском я не смогу прочитать, надо на русском найти. Так. А вот креветки я не нашел. Говядина есть, креветка нет. А здесь есть кусочки курицы. Слушайте, прям нормальный челлендж такой. Найди мясо в Ролтоне. Мясо с курицей сушеной. Вот в курице и в говядине есть кусочки курицы и говядины. Способ приготовления довольно известный. Залейте содержимое стакана 300-ми, 300-ми, да, миллилитрами кипятка. Закройте крышкой, подождите 3 минуты и перемешайте. Давайте это сделаем. Опа! Ля какая, смотрите! А внутри нет никаких пакетиков. Внутри уже все засыпано за нас. Это, кстати, прикольненько. Везде ли такая ситуация? Абсолютно везде. Оранжевая. Вот оно, Чир Михалыч. Итого мы имеем с креветками, значит, смотрите, самая оранжевая лапшичка. Там внутри сушеные овощи. Мы видим лук, морковку, специи и сама лапша. А также видим кусочки вот этой вот самой говядины. Видимо, почему она в креветках, не очень понятно, правда. Роллтон крылышки Баффалос, мне кажется, самые не наполненные. Там меньше всего овощей по сравнению с предыдущей. А вот ребрышки барбекю заполнены сушеными штучками. Вполне себе неплохо. Равно как и заливное. Тоже вполне себе там навалено. Давайте зальем кипяточком в соответствии с инструкцией. Вот единственное, непонятно, каким образом мне накрыть обратно крышками. То есть, тут только вот эти мягкие крышки. И что, вот так вот накрывать? Как это работает? Все, мизан сцену разбираем. И через 3 минуты будем пробовать. Запахи, запахи прям пошли по кухне. Сейчас осталось 15 секунд. Я вот, правда, не понимаю, зачем вот эти крышечки. Они вот так вот, ну вот, от пара, то есть, свернулись и все. То есть, накрывать крышечкой. Как это? Ну, вроде бы, вроде бы все, вроде все заварилось. Убираем эти крышечки. Они уже погибли. И вот лапша. Я, честно говоря, обожаю такие штуки. Ну, то есть, я часто не ем, да. Но вот иногда прямо, блин, черт. Отпустите меня в Гималайи. Пойду в магазин, куплю себе лапши быстрого приготовления. Серьезно. Вот картошку я не очень люблю. Вот эта картошка. А лапшичка, лапшичка. Это очень душевно. Так, ну что, ребята, у нас перекус. Перекус, назовем его, ресторанного уровня. Потому что у нас и креветки, блин, и крылышки бафала. И всякое такое. Ну, понятное дело, что никакими крылышками тут не пахнет. И никакими креветками. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, давай поперемешиваем. Немножко, правда, мы, получается, сейчас вкусы оттуда сюда перекинем. Но я думаю, это не критично. Слушай, кстати, пахнет. Причем пахнет, подожди, пахнет не креветками. Это, я напоминаю, креветочный, креветочный варик. Причем это запах крабовый такой. Больше крабовый, чем креветочный. Хотя, блин, плюс-минус одни и те же это запахи. Так, что у нас? Заливное. Заливное не пахнет особо заливным холодцом. Нет никакого прям характерного запаха. Что касается крылышек барбекю, есть такой сладкий, сладковатый запах паприки. Вот, вот такое чувство. И крылышки бафала, я, кстати, не знаю, крылышки бафала чем должны пахнуть, в принципе. А, тут запах более, более перечный. Больше пахнет перцем. Ну что ж, давайте попробуем. И начну я, наверное, с лапши, а с креветулями. Так, ну что ж, давай посмотрим, что нам Роллтон предлагает. Длинная лапша. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, она островатенькая. Она островатенькая. Что касается привкуса, вот привкуса креветок, он прям очень отдаленный. Хотя нет, кстати, чувствуется. Но, действительно, и запах, то ли креветка, то ли такой крабовый привкус, да. И во вкусе примерно те же ощущения. Ты не понимаешь, у тебя там, как будто, как будто бульон такой. Бульон сваренный, знаешь, типа на морепродуктах. Внешний бульончик здесь самый аппетитный, он оранжевого цвета. То есть, там то ли куркума какая-то, то ли что-то типа того. Не, вот бульон пьешь, прям чувствуется аромат креветочный такой. Ну, фиг знает. Я небольшой любитель, в принципе, вот таких вкусов. Я всякие чипсы не покупаю никогда. Если беру там что-нибудь такое, сметана, лук, ребрышки, сырные. Вот это вот мне нравится. Ну, по факту, в общем, аромат есть, роллтон как роллтон. То есть, вы такой, знаете, типа, вау, это что-то новое. Нет, ну, вкус есть, а сам вот ощущение от того, как ты ешь, ну, в общем-то, стандартно. Если вы ели роллтон, вы как бы нового для себя ничего не ощутите. Но вкусы, вкусы определенно какие-то присутствуют. Вот, смотри, с креветками я, в общем, не вась-вась, но вот холодец я люблю. Холодец мне нравится. Почему-то в нем вот меньше всего, действительно, вот этих вот шариков соево-мясных, да, которые добавлены. И меньше всего овощей. В остальных пачках больше, гораздо больше этого всего. Хотя, мне кажется, они должны, типа, по норме добавлять. Ну, тоже должен сказать, что не прям какой-то яркий вкус, но есть, есть такой, есть какой-то отзвук холодца. Но тут еще знаешь, что в этой штуке немножко у меня не стыкуется в голове, как бы, холодец. Это что-то холодное, определенные какой-то структуры, да, трясущееся вот это мясо внизу. И вот, как бы, вот, вот такие у меня ощущения. А тут ты ешь горячую лапшу, да, нормальную лапшу. То есть, ну, блин, ну, роллтон, ну, что, ну, сто, сто пятьсот раз все пробовали роллтон, да. И эти вкусы, они будто бы немножко чужеродные, знаешь. Не, ну, прикольно, в принципе, прикольно ты ешь. У тебя что-то необычное во рту происходит, потому что, ну, отличается от стандартных, там, бич-пакетов, да. Но легкий диссонанс есть. Ну, короче, тоже вот, что креветочное, что вот это вот холодечное, ну, есть какие-то вкусы. Не прям вау, взрыв вкус, что ли, вот так вот скажу. Причем с холодцом не острый роллтон, с креветками почему-то острый. Ну, он называется к пиву, наверное, в этом какая-то есть логика. Ну, ладно, давай, у нас остались два с крылышками. Это крылышки барбекю. Сладковатый запах, ну, вот посмотри, вот прям вот действительно, ну, зелень там, да. Вот этот сушеный лук, он разбух и стал, перестал быть сушеным. Морковка, то есть прям что-то, хоть что-то есть, кроме лапши. А вот в предыдущем прямо мало-мало всего этого. Вот это понятный вкус, который, ну, действительно, вот, серьезно, холодец не подходит все-таки, наверное, к лапше. Но, вот, вкус крылышков нормально заходит. Если честно, вот, как бы, в голове сложить у себя вкус крылышков барбекю, ну, в целом, да. То есть вот у тебя спрашиваешь, вкус крылышек барбекю, какой он? Блин, ну, я и не отвечу, наверное. То есть, ну, везде разные, кто делает сами соусы барбекю, там, какие-нибудь бафалос, да, у них там один вкус. Кто использует барбекю хайнсовский, блин, это другой совершенно вкус, более кислый. То есть, ну, ну, понятно, что он должен быть какой-то немножко сладковатый такой. Этот вкус прикольный, овощички эти сушеные попадаются. Лапша, в общем, довольно стандартная, опять-таки, это стандартный роллтон, ничего там нового. Но вкусик этот, в целом, как бы, подходит к этому роллтону. Вот это я бы купил. С креветками, наверное, нет, с холодцом меньше всего бы стал прям вот советовать. Ну, если уж вы покупайте, вообще странно, что я что-то советую, нет, я вам не советую вообще, в принципе, покупать лапшу быстрого приготовления только в исключительных случаях или когда у тебя вот где-то внутри твой вот этот дьяволенок или на плече, знаешь, как в фильмах там сидит и говорит, пойдем, съедим, лапши заварим, вот тогда надо. У меня вот самого периодически вот эта вот зараза здесь сидит и говорит, неважно, я дома могу вкусно что-нибудь приготовить, в доставках заказать что-нибудь нормальное, да, но тут сидит вот эта зараза и такая, эй, хозяин, пойдем в магазин, купим себе, лапши заварим. Ну, я не знаю, у всех такое бывает сто пудов. Ну, в общем, если этот дьяволенок вас уговорил, то вот крылышки эти нормальные. А это бафало у нас, бафало немножко другой вкус, более перечный должен быть такой. Давай попробуем. А вот это еще понятней и еще лучше и еще более подходящее к лапше. Прям отличненько. Вот это самый годный из всех, короче, роллтонов, которые мы с вами сейчас попробовали. Он и остренький, он острый такой же, как, кстати, и креветки. Это приятно. Но острота такая, умеренная. То есть, если вы совсем острые, не едите, вам это будет острое. Тогда вам лучше взять холодец, немножко попереживать о том, что, блин, что такое, я не понимаю, почему этот вкус в лапше. Ну, он будет не острый, по крайней мере. Вот это островатенькая штучка и во вкусах чувствуется вот этот вот вкус перчиков. Вот. В общем, это из сегодняшнего обзора это номер один. Рекомендую его попробовать. Точно. Прикольно. Интересно. Номер ноль это все-таки холодец, заливное, прямо совсем мне не зашло. Где-то недалеко от него стоят креветки, но креветки, пожалуй, посимпатичней, поинтересней. Ну, и крылышки все-таки, наверное, да. Вот это вот прям нет. Вот это, ну, такое может быть, если вы любите креветосики и острые. Вот это даже может быть. И вот это, в принципе, да. Ну, в общем, вот я не знаю, что сказать, ну, Роллтон, лапша быстрого приготовления, удобные пачки. То есть, должен заметить, что прикольно, что ты залил стакан, да, и все. Тебе даже не надо с пакетами, вот. Я, кстати, не знаю, а где в Роллтоне, в это, там есть пакетики или нет? Есть пакетики. Я что-то тоже не помню уже. В Дошике есть, в Дошике есть пакетики, ты там отдельно это, отдельно это. А тут сразу специи высыпаны. Ну, это удобно. Это удобно. Ну, то есть, залил тебе, не надо париться, что-то там куда-то пакетики девать. Вот. Значит, такое, вилка, вилка. Вот мне не хватает вилки. Какой-то должен быть, наверное, вот здесь вот, вот эта пластиковая вилочка какая-нибудь стандартная, которая это все есть. Ну, потому что мы, как правило, в каких-нибудь полевых условиях, там, ремонтируя дачу или вскапывая огород, да, вот это, там, покупаем и едим. Ну, хотя и дома, повторюсь, иногда и дома, дьяволенок, пойдем, эй, дядь, купим себе лапши. Короче, ложечку хочется. Ну, а так, в принципе, удобно. То есть, ты залил, все, вот непонятно, что, правда, с крышкой с этой делать, чем накрывать. Ну, я так понимаю, что даже если ничем не накрыть, они так же заварятся. То есть, все это пропарилось и нормально. Нету какой-то недоваренной лапши или еще что-то. В общем, такой он Роллтон. Забавные вкусы, прикольные яркие пачки. Но это, в целом, маркетинг. Ничего с этим не сделаешь. То есть, естественно, ты покупаешь эту пачку, нарисована креветка, внутри нихрена креветки нету. Ну, да и, в общем-то, кто мы такие с вами, чтобы за, там, 30-40 рублей требовать внутри, конечно, креветки. Ну, это странно, блин, это вообще безумие. Понятное дело, что там ароматизаторы, да, которые добавляют тебе просто приятности в поедании лапши. В целом, любопытно. То есть, попробовать можно. Пачечки яркие, заваривать удобно. Чашка удобненькая. Взял, выкинул и все. Ничего не мараешь. То есть, ну, нормально. Я такие штуки, мне нравятся. Вот, серьезно. Я, я хоть человек и замученный периодически, там, какими-то клевыми продуктами, я не знаю, там, едой из ресторана Пушкин и всякие такие. Ну, по работе, да, мне приходится пробовать в том числе и какую-то лухарь и прям еду. Вот. Может быть, кстати, именно поэтому иногда хочется чего-то простого и понятного. Вот. Именно поэтому холодец с лапшой кажется не очень простым и понятным. Прям что-то прям совсем, ну, не зашло. Я не знаю, не зашло и все. В общем, друзья, вот такой вот он Роллтон. Вот такой вот он, такой он выпуск жертвы маркетинга. Действительно, жертвой маркетинга можно стать, увидев эти штучки на полках, потому что маркетологи поработали хорошо. Ну, а по еде, в общем-то, стандартный Роллтон с необычными какими-то нестандартными вкусами. Если вам приелся стандартный, можно попробовать любой из этих. Вот. Вот и все выводы. Все, друзья, спасибо за просмотр. Всего вам вкусного. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok